Всем привет, друзья мои, с вами снова Костя, и сегодня я через долгий промежуток времени решил в очередной раз записать видео Плюсы и минусы жизни в Корее в 2020 году, лично для меня, потому что уже до этого я наверняка записывал и может быть даже не один раз Я думаю, что будет очень занимательно посмотреть, насколько может измениться мышление, ценности человека с течением времени Вот сейчас я записываю в 2020 году и мне 29,5 лет И до этого наверняка я записывал в возрасте 25-26, что же интересно думал тот молодой человек Итак, первый плюс, наверное, он важен для многих людей, это зарплата и уровень жизни Не уверен, что раньше для меня это было важным пунктом, но сейчас с возрастом я понимаю, что финансовый достаток это важный аспект жизни Во-первых, он позволяет чувствовать себя психологически более стабильно Но и еще строить планы на будущее, воплощать какие-то свои идеи И тут уже деньги выступают как некий ресурс для этого В Корее довольно высокие зарплаты и очень хороший уровень жизни Если у вас есть руки, ноги, то я думаю, что вы спокойно сможете зарабатывать в Корее от 1500 долларов и выше Это уже больше 100 тысяч рублей, если говорить про Россию Но я думаю, что это довольно впечатляющая зарплата для всех стран СНГ И эту сумму от 1500 до 2000 долларов, наверное, можно здесь заработать на самых низших позициях То есть вы буквально можете перебирать бананы на заводе Или, не знаю, заниматься клинингом в гостиницах И просто это будет занимать у вас полный рабочий день И, конечно же, 5-6 дней в неделю Но эти деньги не совсем простым, но при этом не требующим большого количества навыков Этой работой можно заработать вот такую сумму Поэтому, я думаю, очень много людей из России и из других стран Стремятся попасть в Корею И много людей работает здесь нелегально, но также есть большое количество людей Которые получили рабочую визу или этническую визу для корейцев Зарабатывают деньги здесь и посылают деньги своим родным, близким Или просто копят для того, чтобы в будущем купить квартиру, построить дом и так далее Ну и большие зарплаты – это обычно признак высокого уровня жизни То есть в Корее вы можете получить медицину более высокого уровня Кушать чуть-чуть вкуснее, наверное, чем у себя Правда, это будет дороже, но об этом попозже Люди ездят на очень приличных все автомобилях И вот такие какие-то маленькие бытовые проблемы выживания Они уже отпадают на дальний план в странах, где очень развита экономика Ну и для меня это тоже, конечно же, первый и, наверное, главный плюс Потому что все-таки у нас строится контент о Южной Корее Мы снимаем много видео, мы сотрудничаем с корейскими компаниями Жизнь здесь, она позволяет нам как бы расти в профессиональном плане И в социальном плане И поэтому, ну, лично для меня это очень важный плюс Второй пункт, наверное, тоже является следствием первого Это то, что в Корее в большинстве своем люди очень добрые, щедрые и заботливые То есть они, как сказать, сопереживают другим людям И стараются помочь им в трудные минуты, в трудное время У меня нет одного ультимативного примера того, чтобы показать, что все люди в Корее очень такие добрые Потому что я думаю, что, наверное, есть люди, которые считают, что это не так Но лично мой опыт тех людей, кого я знаю, показывает, что очень много корейцев стараются Если они с тобой как-то находятся в дружеских отношениях Или просто вы как-то с ними связаны там по работе Может быть, для корейцев это обычный жест вежливости Но я, как человек, выросший в России Воспринимаю тут все эти подарки или помощь Как нечто такое экстраординарное Что человек вообще не обязан был этого делать, но сделал Конечно же, я приведу пример Когда мы только учились и начали жить в Корее Очень многие люди, с которыми мы там как-то общались или знакомились Именно корейцы, как молодым студентам, не очень богатым Давали всегда очень много подарков Например, когда мы с Аней переехали в первую квартиру в Сеуле Наши знакомые нам подарили микроволновку Каждые выходные мы встречались И они покупали нам поесть То есть мы все обедали или ужинали И всегда с нас никогда не брали деньги Также, например, пример того, что, наверное, это для многих экстраординарно Настя в своих видео рассказывает, как ей менеджер дарит очки, которые ему не нужны Ну, дизайнерские, дорогие, но они ему просто не нужны Он им дарит, покупает какие-то там ништяки Вкусняшки И много-много, грубо говоря, видно, что на это уходит много денег Люди задают вопрос Типа, это что он проявляет к тебе, знаки внимания? Костя что? Нужно напрячься? Но я не напрягаюсь по одной только причине Потому что я понимаю, что это супер стиль такой корейский И Настин менеджер, он ведет себя, как обычный, ну, кореец Он отвечает за ее работу Он получает все гонорары в проценты Поэтому он пытается сделать все, что от него зависит Чтобы у него было хорошее настроение Когда она работает, вне работы Просто чтобы ей комфортно здесь жилось Он нам часто помогал с переездом На своей машине перевозил наши вещи Я, опять же, говорю, что для меня это не что-то из ряда вон выходящее Уже живя в Корее и приобретя некий такой опыт Раньше нам, конечно же, тоже помогали корейцы Когда мы еще не так хорошо знали И у нас не было еще гражданства Наши знакомые корейцы ходили с нами по риэлтовским агентствам И представлялись нашими родственниками Чтобы нам сдали квартиру Потому что, ну, раньше в Корее была небольшая проблема Что, не будучи корейцем, арендодатели, ну, те, владельцы квартиры Они не с такой охотой сдавали квартиру иностранцам Тогда мы были вот в статусе иностранцев Наша знакомая на своей машине нас возила По этим риэлторским агентствам И помогла нам найти очень хорошую квартиру Я не говорю, что, наверное, в России Или в других странах этого мало или нет Но почему-то вот нету таких ярких суперпримеров Какой-то такой взаимовыручки Кроме своих близких друзей Конечно же, со своими близкими друзьями Я всегда друг друга выручу и помогу Но это уже такое, знаете, именно суперближний круг А здесь часто такое можно встретить Ну, прям от не суперблизких людей Еще один из примеров Он уже не такой, как бытовой Но, например, часто я видел, как корейцы В основном это, конечно же, верующие буддисты Или протестанты корейские После развала Советского Союза Очень много корейцев прилетело в страны Там Узбекистан, Казахстан, Россию, Украину С миссией некой, да Вот у них популярна вот эта поддержка В религиозной среде Что ты едешь и как бы там проповедуешь Но также ты посвящаешь себя помощи людям, которые там живут Так вот гость наш Гена Гону Он упомянул, что его мама, она как раз была миссионеркой То есть она была медсестрой И она поехала помогать в Узбекистан Налаживать вот эту систему здравоохранения По мере своих сил Хотя бы даже просто давать свое время И свои силы на то, чтобы помогать нуждающимся И вот эта миссия, возможно, не только у всех На религиозной почве Возможно, вот эта взаимовыручка И желание помочь Оно как-то вот в этой культуре корейской Возможно, я не настолько хорошо знаком С другими государствами, как там Есть ли там миссионеры и что они делают Но вот я просто знаю, что в Корее Это очень популярная такая тема Что представители разных религиозных конфессий Едут в страны Это может быть страны Юго-Восточной Азии Или страны СНГ Где, ну, не все так хорошо Или, по крайней мере, было не все так хорошо И вот стараются там неким образом помочь людям Это уже на таком более фундаментальном Более высоком уровне, нежели какие-то подарки Но тоже показывает готовность человека Там отдать 10-20 лет своей жизни На то, чтобы жить в стране В чужой для себя стране Где не все так развито Не все так хорошо Не знаю, готов ли бы я был пожертвовать Там своим временем Своими амбициями, своей жизнью На то, чтобы поехать Помогать незнакомым мне людям В другую страну Это что-то такое Ну, выдающееся, по моему мнению И это тоже неким образом Описывают людей здесь, в Корее И, конечно же, я надеюсь Что это не эксклюзивная черта Южной Кореи Что не только они такие добрые А, наверное, просто Дойдя до определенного экономического уровня развития Как это сделала Корея У людей появляется больше ресурсов И уже больше желаний Помогать другим людям Что, может, у них есть некий опыт Уже достижения успеха Благотворительность и помощь Она также развита Там в странах Европы США Много своих ресурсов Вкладывают в помощь другим Нуждающимся людям И, наверное, конечно же Это черта таких Развитых уже Экономических государств И я думаю, что Любая наша страна Откуда вы бы не были Там, во-первых Уже 100% существуют люди Которые помогают другим людям Но также С течением времени Когда станет меньше нуждающихся И когда эти нуждающиеся Аккумулируют некие ресурсы Они тоже будут помогать другим людям Просто это уже вопрос Конечно же Экономического развития Третий глобальный плюс По моему мнению И он реально очень свойственен Южной Корее Это то, что здесь Очень безопасно Я не скажу, что Вообще вас ничего здесь Не может подстерегать Такого неприятного Но По всем статистическим данным По моему личному опыту Я могу сказать, что Ну, например Показатель, что я не волнуюсь Если моя сестра Или Настя Они пойдут куда-то вечером В магазин Или Поедут одни В город По делам При этом я бы волновался Например, в Москве Потому что Ну, не знаю Особенно в темный час Я бы, наверное Проверял как минимум Периодически Где человека Как он А здесь Ты просто даже не представляешь себе Сценария Который должен был бы Произойти Чтобы у человека Ну, возникли неприятности Или он попал в беду Ну, неагрессивные И спокойные люди Во-первых Во-вторых Здесь Довольно строгие наказания За любую насильственную деятельность То есть Если вы даже подеретесь Кто-то подаст на вас Полицию за это То вас ждет Ну, наказание строже Чем оно могло бы быть В России Допустим Ну, ты можешь там Не знаю Получить там Административный штраф Или арест Ну, в зависимости еще От Исхода этой драки Если ты кого-то травмировал То, конечно Ты можешь получить срок Убийства вообще В Корее Происходят Очень редко Конечно же Они бывают Ну, в определенных районах Которые Ну, я не знаю Чем они отличаются Возможно Они немножко Криминогенные Больше В Сеуле Вообще Если произойдет Какое-то такое Насильственное Преступление С летальным исходом Ну, это будет Прям федеральная новость Сто процентов Будут искать И найдут Преступника И это Ну, невероятная Большая новость будет Когда Как в России Ну, в России Очень много убийств Сравнительно С другими там Европейскими государствами Возможно На фоне То, что я часто Об этом слышу Что кого-то убили Там Кто-то умер Ну, для меня Возможно Это делает Такой образ Страны Небезопасным Я не знаю Возможно Это моя тревожная натура И в Москве Допустим Довольно безопасно Но все равно Я бы волновался За своего близкого человека Я каждый день Волнуюсь за своих родителей Ну, если бы они жили в Корее Я бы сто процентов Наверное бы Так сильно За них не переживал Ну, и конечно же Безопасность Она не только В каких-то там Угрозах Своей жизни Или в таких Преступлениях Проявляется Также безопасно Здесь Выражать свое мнение Мы живем в центре И мы ежедневно Ездим на общественном транспорте Я вижу Каких-то там Муниципальных Или государственных Учреждений Часто проводятся Митинги Прямо они такие Знаете Красочные И там У людей Очень много Ну, как сказать Там Лозунгов Они могут говорить Что там Президент Плохой человек Или там Наш там Предыдущий президент Неплохой человек А два предыдущих президента Они сидят в тюрьме За коррупционные скандалы У всех людей Как и, наверное, везде Очень разное мнение Насчет там Политики Насчет Разных аспектов Жизни Но При этом Никто не боится Выражать свое мнение И зачастую Когда вот эти Крупные митинги Проходят Там Довольно много полиции Но полиция В этих всех Мероприятиях Участвует Как Гарант безопасности Всех находящихся там Например, если Кто-то Протестует Перед зданием Каким-то Или он там Не знаю Хочет помешать Проходу Или проезду граждан То Полицейские Они просто огородят Ну так Очень условно Огородят Чтобы И люди могли проходить И протестующие Могли комфортно Протестовать И никогда С их стороны Не происходит Никаких там Как сказать Физических Насильственных действий Никогда Вы не можете увидеть Что там Полицейский Будет бить Или сильно Разгонять Какой-нибудь Митинг Или пикет В этом В этом В этом тоже Проявляется Безопасность И люди Чувствуют Как сказать Вольными Выражать свое мнение И в этом Я вижу Большую свободу Нежели Чем в наших странах Мне это Лично Импонирует И я бы хотел Чтобы у нас тоже Так было Со временем Также в Корее Проходят Миллионные Митинги Вот в Азии Наверное Это фишка Знаешь что в Гонконге Они были Но их подавляли Там Полицейские А в Корее Раз в месяц Точно есть Суперогромный Митинг Где там Сотни тысяч человек Иногда миллион Человек Может выйти на площадь И там Конечно же Я один раз Присутствовал Случайно На таком митинге Я просто там Встречался с человеком И не знал Что там будет Проходить митинг И я увидел Там Как действует Полиция Они в общем Создавали такие Туннели Чтобы люди могли Заходить И проходить И они Ну Они чисто были Как эти Ну как сказать Как декорации Они говорили Так Пожалуйста Здесь Аккуратно Проходите Да Вот здесь Вы проходите Здесь Вы выходите И они создавали Вот эти коридоры Для людей Чтобы они могли Туда-сюда Проходить И люди там Ну В Корее Очень самые политически активные Это пожилые люди И они там Просто У них очень Очень Яркая фантазия Они делают Огромные Транспаранты Или делают Какие-то костюмы У себя Там Дюки Прям Воинственные Ну Я не знаю Просто очень яркие И они так Спокойно Все проходят Идут И Не происходит Никаких Как сказать Конфронтаций Между Политейскими И протестующими И я помню Один случай Был Ну На моей памяти В новейшей истории После того Как Корей стал демократичный Когда умер Протестующий Если я не ошибаюсь Это был пожилой мужчина Он погиб Из-за того Что он залез на какую-то машину Начал там что-то скандировать И упал И умер Ну Из-за того Что он упал с машины На которую сам же залез Сам же упал Вот он К сожалению Погиб И вот в этом Я конечно же Тоже вижу Очень большой плюс Корее Что Люди здесь Могут иметь Разные мнения Они все Хотят Влиять На Окружающий себя Мир Хотят Быть участниками Политического процесса Им это позволяется делать В этом конечно же Большой респект Вообще Всем тем Корейцам Которые построили Вот это государство Потому что Раньше Для тех кто хорошо знает Историю Там Диктатуры развития Раньше Корея была Очень Деспотичным государством То есть у нас был Сильный авторитаризм И Ну здесь не позволялось Выражать свое мнение Очень долгое время И это случилось Только вот В конце 80-х годов Когда уже были Очень большие столкновения Протестующих И государства И Со временем Образовалась Вот такая Демократическая среда В которой Нет места Насилию И нет места Несвободе Какой-либо Ну и третий Аспект безопасности Это то Чему мы стали Свидетелем Буквально недавно Это вот такая Национальная безопасность При пандемии Допустим Потому что Корея была Одним из первых Самых ярких Очугов Пандемии Коронавируса Насколько вы знаете Насколько здесь Оперативно И Супер серьезно Подошли К этому вопросу Меня поражает Есть Статья Если я не ошибаюсь На Forbes Или На другом Источнике Я постараюсь ее Прикрепить Где показывается Таймлайн То есть Временная схема Того Как реагировали Власти Кореи На Новости О том Что появился Новый вирус И там Меня просто Поразило В том Что Только Первые случаи Когда начались В Китае Они официально Подтвердились В Корее Уже созвали Огромную Встречу Разных Фармацевтических Компаний Начали уже Готовиться Именно К пандемии И ее Тогда вообще Не было Практически Признаков В Корее Но Когда уже К сожалению Это случилось То Сама страна Была во все Оружии Многие Компании Уже начали Заранее Выпуск Тестов На коронавирус Подготовлены Были Койки Но Весь медперсонал Он был уже Как сказать Вооружен Для того Чтобы бороться С вирусом Это если кратко То есть Даже если Я волновался Вначале Перед тем Как приехать В Корею Тогда не было Совсем информации То Уже приехав сюда И спустя столько Времени Я понимаю Что Это было Наверное Нашим лучшим Решением В жизни И Корея Это одна Из самых Безопасных Стран В мире Где я бы хотел Находиться Во время Вот какой-то Такой глобальной Пандемии Ну и конечно же Мы поговорили О плюсах И перейдем К минусам Но минусы Возможно Будут для всех Такие объективные Скорее Они будут Актуальными Для тех людей Которые приезжают В Корею То есть Для иностранцев Для таких людей Как я Хоть я и кореец Но я Я жил Родился Нужно платить Нужно платить Огромный Депозит Перед тем Как Снять Жили Ну Месячная Плата Можно сказать Похожа На российскую Точнее На московскую Продукты Овощи Фрукты Здесь дорогие Думаю Что вы Об этом Наслышаны Также Здесь есть Много Таких Ежемесячных Расходов Которые Непривычны Для людей Которые Живет В СНГ Обязательно Медицинское Страхование Оно Здесь Не такое Якобы Бесплатное Как у нас В России Например Даже у меня Есть национальный Полис Страхования Если его Так можно Назвать Но я За него Каждый месяц Плачу Около 50 долларов И то Это у меня Льготный Вариант Так В целом У кого Я не спрашиваю Обычно В месяц За свою Страховку Эта Страховка Не дает вам Бесплатного Медицинского Обслуживания Она дает вам Большую скидку В больницах Вы можете Прийти в больницу И По сути На любую Процедуру На прием И на лекарства У вас будет Такая большая Скидка Но Бесплатного Ничего здесь нет Ты должен Во-первых Сплатить 100 долларов В месяц Плюс Также Медицинское Обслуживание Оно тоже Стоит все равно Денег Кроме медицины Здесь есть такие расходы Как на телефон Телефонная связь В Корее Гораздо дороже Чем в России Я плачу По самому Минимальному Тарифу Около 30 долларов В месяц В целом Люди платят Обычно 50-60 долларов За безлимитный Интернет И Прочие Плюшки Но Интернет При этом Здесь очень Быстрый Я не жалуюсь Но Он дорогой По сравнению С Россией Для меня это чувствительно В конце месяца Я конечно же понимаю Что Я трачу Гораздо больше Чем я тратил бы В Москве И Такая уже Наверное Здесь Ваш набаш То есть Вы можете Здесь больше Сработать Но Также Вы здесь Больше потратите Второй минус Он тоже Супер Субъективный На мой взгляд С ним Можно поспорить В разных Аспектах Но Я все равно Скажу Это проблема Адаптации Она есть у меня Она есть у многих Людей Насколько я вижу Своим Знакомым По тем Блогерам Которые живут В Корее Которых я смотрю И Я просто вижу Что Очень сложно Будь ты хоть Кореец Внешне Особенно Если ты Внешности Как бы Европейской Если ты Из России Если ты Возможно Там Азиатской Внешности Но ты Из Казахстана Для многих Людей Я вижу Что здесь Очень сильная Проблема Адаптация Это конечно же Естественно Потому что Корея Это очень Мононациональная Страна Здесь практически Все корейцы Даже Те Кто очень Долго Живут в Корее Очень хорошо Знают язык Они все равно Я вижу Ну По крайней мере У меня складывается Такое впечатление Что у них Состоит из таких же людей Как они То есть это Иностранцы В основном Часто Если там Человек Русскоязычный То все равно У него Круг общения Остается русскоязычным Или там Англоязычным Если они Ну там С другими Иностранцами Любят Проводить время Как сказать Им комфортнее Общаться И дружить С людьми С похожим Бэкграундом Люди Которые там Даже замужем Или женаты На Корейцах Кореянках Ну и грубо говоря У них есть Все преимущества Жизни здесь То есть у них уже Есть новая семья Там родственники И все равно Я вижу что Ну в большинстве Своем Друзья у них Иностранцы И опять же Это не минус На самом деле Просто возможно Так людям Комфортнее жить Я это вижу по себе У меня нету Близких друзей Южных корейцев У меня есть знакомые Там Как сказать Коллеги Мы нормально Общаемся Например Мне как бы Было бы некомфортно Наверное с ними Прям близко Общаться Интересно Узнать У вас Есть ли такое Общущение Или это какое-то Мое Личное Такое Искажение Заблуждение Что людям Комфортнее Общаться С похожими На себя Людьми Ну а минус Ну а минус В этом В том Что Это Проблема Адаптации То есть Тебе сложнее Стать Частью Этого Общества А если Ты не Являешься Частью Этого Общества Ты конечно Будешь Чувствовать Себе Не так Комфортно Как люди Которые Здесь Как рыба В воде Себе Чувствуют И вот Эти все Лишние Преграды Лишние Сложности У тебя Будут И это Часто Может Раздражать Лично Меня Это Раздражает Это Одна Из моих Целей Стать Здесь Еще Больше Как рыба В воде Чтобы Без Зазрения Совести Мог Называть Себя Настоящим Корейцем Ну и Был По факту Членом Полноценным Этого Общества Третий Минус Он Не Супер Очевидный Но Я Вижу Его В Каких-то Данных Какой-то Статистике Что Вот Это Бези Жизнь Очень такая Занятая Быстрая Жизнь Мегаполиса По крайней мере Сеула Она Очень сильно Влияет На разрушение Социальных Связей Хоть Мы Здесь Люди И теснее Живем И Нас Больше И мы Каждый День Видим Огромное Количество Людей Но Мы Как будто Бы Меньше Становимся Связаны С ними Нам Меньше Интересны Другие Люди Мы Желаем Чтобы у нас Было свое Личное Пространство Где есть Только мы И наши Близкие Допустим У меня за стеной Живет Может быть Десятки Людей Но По факту Да У нас Какое-то Общежитие На самом деле Эти люди Нисколечко Не интересны Мне не хотелось Бы с ними Грубо говоря Ну Я не вижу Их частью Своего Комьюнити Так сказать И в этом Я вижу Некое разрушение Социальных связей Я уверен Что есть По этому поводу Много Статей Книг Что Жизнь в городе Она не совсем Естественна Для Нас Человека Как Хомо Сапиенс Который Привык Жить В каких-то Своих Племенах Со своими Друзьями Знакомыми Родными И близкими И Я вижу Это проявление В том Что Корея Один из лидеров В мире По Суициду Примерно Процент суицидов Кореи По недавним Данным Он в два раза выше Чем В России Именно на 100 тысяч Населения Если смотреть 26,6 Человека На 100 тысяч В России По последним данным Это Около 13-14 Человек На 100 тысяч Населения И даже Несмотря на тот Разрыв между Россией и Кореей В финансовом Развитии На душу Населения Все равно Как будто бы Люди здесь Живут Несчастнее По крайней Это можно сказать По этой статистике Также около 28% Школьников Средних И старших Классов В Корее Проявляют Признаки Депрессии Депрессивного Состояния И это тоже Связано С очень Большими Ожиданиями Общества От этих Детей Они должны Учиться Очень много От них Очень многого Ждут Что они Будут Поступать В лучшие Вузы У них Огромная Конкуренция И все Это делает Их Менее Счастливыми Вот это все Оно как бы Не лежит На поверхности Ты не можешь Крикнуть И сказать Вот утверждение Но это как будто бы Витает в воздухе По разным Показателям Косвенным Некосвенным Такое ощущение Что именно Вот эта жизнь Мегаполиса И это очень Требовательное И быстро Развивающееся Общество Оно как бы Не так хорошо Предназначено Для личного Счастья людей Для их комфорта Немножко Несбалансировано И Многие люди Чувствуют себя Выгоревшими В этой гонке Конечно же Это может быть Спекуляции С моей стороны Может быть Я Тот человек Который обращает На это внимание Но все это видео Это лично Мое мнение И мои некие Размышления На тему Плюсов И минусов Жизни Здесь В Южной Корее Надеюсь Вам понравилось Это видео И Если это так Нажмите большой Палец вверх Также подписывайтесь На наш канал Если вы этого Еще не сделали С вами был Костя И увидимся С вами в следующем Видео Пока Субтитры Субтитры